Моё всем общее почтение! Не за горами Новый Год, а значит пора бы уже начать подводить итоги прошедшего игрового сезона 2020. И сегодня я назову пятёрку лучших игр года по моему мнению, а также ещё несколько хороших и ещё парочку как минимум неплохих. В общем, давайте ближе к делу. Call of Duty и Тайна Дискеты, она же Cold War. Она попала в этот топ в первую очередь из-за сюжетки. Мультиплеер в данном случае я считаю приятным довеском, поскольку когда хочу пострелять, играю в Warzone, благо он ещё не устарел, поэтому в новой колде я особо не нуждался. Ну так вот, в отличие от прошлой игры, сценаристы, проведя работу над ошибками, смогли таки показать реально серую мораль. Причём, пройдя игру на обе концовки, мне даже показалось, что ЦРУшники здесь даже больше гандона, чем мятежный советский генерал. Да и в целом сюжет для колды просто супер необычный, чем и приятно удивил. Not for Broadcast. Простенькая, но того не менее интересная игра, демонстрирующая нелёгкую жизнь редактора прямых эфиров новостей и развлекательных ток-шоу. По сути, вся игра это один большой спектакль с небольшими интерактивными элементами. Игра хороша в первую очередь нарочита плохой актёрской игрой и вакханалией то и дело происходящей на экране. Всё, что требуется от игрока, это запикивать мат, грамотно переключаться между камерами и вовремя запускать рекламу. Несмотря на то, что релиз игры состоялся, это всё ещё не полная версия. Готово на данный момент что-то около 4 часов геймплея, которую я прошёл за два присеста и теперь жду продолжения. Mortal Shell. Мартуха это не просто очередной инди-солус-лайк, это лучший из них. По крайней мере разработчики сделали всё, чтобы он с первого взгляда не выглядел как произведение бедного художника. Герой нормальный такой рыцарь, с нормальными такими движениями. Просто сравните как движется герой в этой игре от инди-студий и как бегает кривоногий Кайл Кэстис в павшем ордене. Сразу поймёте о чём я говорю. Несмотря на небольшое разнообразие врагов и по большей части скучной локации, один мазутный завод, чё только стоил. Эта игра не вызывает такого отвращения, как второй Нио, где просто смотришь на это японское месиво всего совсем и такой, господи, убейте меня, не хочу в это играть. В Мартухе же всё наоборот, по-готически спокойно. В общем, я надеюсь, что либо колд симметрии кто-то купит, либо они найдут себе богатого издателя, увеличат штат и будут делать игры помасштабнее. Потому что идеи и понимание, как такие игры должны работать, у них в общем-то есть. Assassin's Creed Valhalla. Да, я сам в шоке, но она и правда здесь. Вообще, даже несмотря на то, что игру я до конца так и не прошёл, поскольку когда мне оставалось заключить последний союз, игра привела меня в самый, наверное, крупный город из всех, что здесь есть, с очередной кучей сайдов, очередной кучей сокровищ и прочих активностей, я как-то резко ощутил, что она меня заебала. Но, тем не менее, исследовать этот мир было достаточно интересно и даже набеги на дракаре какое-то время смогли доставлять. Так что, среди всех последних ассасинов, Valhalla, на мой взгляд, лучше. И это точно шаг в правильную сторону. По крайней мере, есть надежда, что когда-нибудь вся эта херня с ассасинами закончится, и Ubisoft начнут делать хорошие игры с красивым миром и интересным сюжетом. Ну и кроме того, после выхода, скажем так, кое-какой игры, то, что в Valhalla очень даже ничего, стало ещё более очевидно. По крайней мере, она на голову лучше работает и на две головы лучше оптимизирована. Little Hope Франшиза Dark Pictures постепенно становится всё меньше хоррором и всё больше интерактивным кино на вечерок. Но, несмотря на это, Little Hope мне понравился гораздо больше, чем Man of Medan. Благодаря тому, что разработчики, грамотно растаскивая внимание игрока по различным направлениям и заставляя строить самые разные догадки, смогли, на мой взгляд, очень грамотно выстроить финальный твист. И я его не смог считать до самого финала, что нынче для хорроров, да и для игр с фильмами в целом становится всё большей редкостью. Повезло тем, кто поиграл в эту игру сам, не повезло тем, кто хапнул где-то спойлеров, потому что надо было, конечно, проходить Little Hope самому, с другом, с подругой, с ребёнком, да хоть бы и в солягу. В общем, ждём следующую часть антологии. Ну а впереди лучшая пятёрка 2020 года. Пятое место я отдаю Resident Evil 3. Я знаю, что многие оказались недовольны этой игрой, посчитав её слишком короткой и слишком боевиком, но я получил от неё именно то, что хотел, ремейк третьей части. Ведь на фоне предшествующих частей третья и была этаким боевичком, где ты начинаешь игру сразу с автоматом. И хотя в своё время я не прошёл её полностью на первой плойке, но даже я помню, что от второй она отличалась обилием пальбы на каждом повороте. Что касается хронометража, то если из ремейка второй части убрать компанию за второго персонажа, который на деле не шибко-то отличается от компании за первого, длительность будет примерно такой же. Также, к примеру, за те же 6 часов можно при желании пройти сюжетку Майлз Морали Спайдермен и ничего, норм игра по мнению некоторых обозревателей, а по мнению ещё более некоторых так и вовсе шедевр. Но поскольку в хорошей игре время пролетает быстро, после прохождения кажется, что игры было действительно мало. Но с другой стороны, спасибо, что хотя бы не стали растягивать. Ну почти. И в то же время нельзя не отметить, что повреждения зомбаков стали сильно хуже, чем были во второй части. Ноги и руки здесь уже не поотстреливаешь. Да, в данном случае оно здесь и незачем, это же боевик. Ну и кроме того, в одном из боёв против Немезиса хреново работают скрипты. Да, в целом он, к сожалению, казался не так опасен, как ожидалось. Но в то же время и Тиранта во второй части особой угрозы, честно говоря, не представлял. В общем, как ни крути, это очередное возвращение очередной легенды. Может и не такое фееричное, как в случае со второй частью. Игра всё-таки могла быть в ряде аспектов и получше. Но и на том, как говорится, спасибо. Четвёртое место и ещё один ремейк. На этот раз легенды даже среди легенд. Это мафия. Правда и в этот раз не обошлось без вырезания целого ряда механик и упрощений. Так, например, в ремейке нельзя кататься в надземном метро и трамваях. Погони в начале игры заскриптованы. И даже в самом легендарном уровне легендарной игры, предания о первозданной сложности, которого и по сей день передаются из уст в уста, умудрились впиндюрить скрипт, по которому на последнем кругу, у коих, к слову, аж на два меньше, чем в оригинале, так вот на последнем из них лидирующая машина может по скрипту слететь с дистанции, а при определённом стечении обстоятельств даже снести ещё одну машину, в случае, если вы будете ехать не вторым, а третьим. В то же время ремейк получился настолько глубоким, что поменяли даже сюжет, который, на мой взгляд, в одних местах углубили и улучшили, а в других, наоборот, испортили и лишили всякой логики, по сравнению с оригиналом. Да и в целом, в 2020-м такими сюжетными поворотами уже никого не удивишь. Людям, не игравшим в оригинал, гениальным он не показался, так что даже обновлённая мафия осталась игрой своего времени. Но при этом атмосфера, дизайн и физика транспорта от души дают пососать некоторым современным и модным песочницам. Просто сравните, как ощущаются машины в мафии и как они ощущаются у Watch Dogs Legion. Но на одном транспорте далеко в этой игре не уедешь, есть ещё анимации, стрельба и прочее, а с этим в ремейке всё как-то, я бы сказал, дёшево. Особенно анимационный дешман бросается в глаза при метании гранаты и коктейлей молотова. Стрельба так вообще в оригинале была, мне кажется, даже лучше. Особенно стрельба из машины, которую откровенно испоганили. И по большому счёту игру в этот топ в основном-то тащит пиздатость оригинала, которая настолько безгранична, что способна затащить даже не самый, наверное, качественный ремейк. Ну типа, это мафия, я играл в неё 17 лет назад, и вот она снова в деле. Алды поймут, а те, кто не алды, поймут, наверное, попозже. Короче, четвёртое место. Третье место. Ghost of Tsushima. Игра года по результатам народного голосования, проходившего в основном по принципу, что угодно, лишь бы не Last of Us. Самое забавное, что победе одного эксклюзива Sony над другим эксклюзивом Sony больше всех радуются пика бояре, которые ни в то, ни в другое, скорее всего, никогда не поиграют. Но тем не менее, Tsushima — это самурайский экшен-адвенчер в открытом мире, наполненном монгольскими захватчиками, ронинами, войной и дрочь-контентом. Несмотря на то, что я не являюсь фанатом Япончины и весь этот пафосный дух самурайства на кота не вертел, должен признать, что в Tsushima есть за что зацепиться. Во-первых, это довольно-таки годная боевая система, позволяющая на поздних этапах игры, после прокачки персонажа и своего скилла, очень эффектно показывать, кто на этом острове батя. Исследовать мир тоже более-менее интересно. Унылого гринда в кои-то веки смогли избежать. Даже торговлю, которая редко в какой игре удается, внедрять в игру не стали. В общем, сделали всё как надо. Сайт-квесты, раскрывающие сюжетные линии спутников, не сказать, чтобы прямо удались и были интересными. Но всё-таки кое-где было любопытно узнать, чем дело закончится, а это уже неплохо. Кроме того, если не выкручивать сложность, в побочке перед переходом в новый регион можно не упарываться. При этом враги в разных регионах острова очень качественно отличаются друг от друга. Они меняют тайминги своих атак и даже потихоньку обзаводятся бронёй, не дающей, например, ваншотить их в голову. Отдельные похвалы заслуживают шесть клинков Кодзира, представляющие из себя шесть крутых боссфайтов на мечах, без использования в бомб и кунаев. В такие моменты настаёт время задрачивания таймингов, дабы по итогу выдать невероятно качественный и зрелищный бой. Если говорить о сюжете, то в целом он, конечно, звёзд с неба не хватает и итог его предсказуем, но в целом наблюдать за превращением закренелого самурая в призрак от Сусимы довольно занятно. Правда, меня очень сильно вымораживала реакция на это превращение со стороны самурая старой закалки. Впрочем, в конце игры присутствует выбор угодной игроку концовки, а это, как известно, плюс 100 очков Гриффиндору. По итогу я бы сказал, что призрак Сусимы, хоть особо и не затягивающая, но в меру увлекательная игра в довольно-таки красивом мире, которая умудрилась за десятки часов, затраченных на её прохождение, не заебать своей боёвкой, настолько удачно она тут подобрана. И даже наоборот, раздать несколько пиздюлин я заходил даже после прохождения. Так что Сусима с честью пополняет список достойных представителей 2020 года. Второе место. Last of Us 2. Внимание, спойлеры. Вторая ластуха — игра рекордсмен по числу полученных золотых джойстиков и победах в номинации названия «Игры года», которая, по версии массовой общественности, не достойна всех этих наград и вообще говнища, поскольку главная героиня и её подруга — лесбиянки. Ну а Эбби накачано больше, чем 95% мужчин и мальчиков, игравших или смотревших эту игру, что, конечно, непорядок. Также критике подвергся сюжетный ход с кончины главного героя прошлой части игры, а следом за этим критике начало подвергаться вообще всё. Каждый квадратный сантиметр этой игры. И враги тут тупые, и сюжет тут тупой, и все-то тут беременные, и так далее, и тому подобное. Благо, что вышедший не так давно «Киберпанк» избавил меня от необходимости в очередной раз твердить, что искусственный интеллект врагов в этой игре настраивается гибче, чем где бы то и когда бы то ни было ещё. Но даже поставленный на минимум, он по сравнению с интеллектом «Киберпанка» просто нобелевский, блядь, лауреат. Неумелые доёбки к сюжетным твистам наглядно демонстрируют, что люди просто хотят доебаться до столба и не более того. «Джоэл никогда бы не пошёл в комнату вооружённых людей», а то бы вооружённые люди стали его спрашивать. «Джоэл бы никогда не назвал своё имя, он же контрабандист». Да, Джоэл контрабандист, и всюду, везде и всегда его знали как Джоэла. Что как бы намекает на то, что имя своё он никогда ни от кого не скрывал. К тому же, как выяснилось при детальном изучении вопроса, имя Джоэла назвал Томми. А Томми по имени назвал Джоэл, когда за ними гналась орда зомбаков, и им было просто не до конспирации. В общем, на поверку оказывается, что Нил Драгман-то всё продумал, а игроки просто не хотят это понимать, потому что они видят говно и дыры там, где хотят их видеть. С другой стороны, к Драгману всё-таки остаются вопросы. Да, допустим, вы взяли с собой беременную бабу. Была на то необходимость или не была. Поверьте, беременную бабу иногда невозможно заставить сидеть дома. Но в то же время и хрен ты её заставишь лазить с пузом по строительным лесам. Почему из этой миссии не сделали задание с охраной мэл от зомбаков во время поисков выхода? Да и потом, пассажей в сторону феминизма в игре действительно много. И я сейчас не про Эбби, я в качалках-то бывал и видел тётенек, который сильнее многих дяденек. В этом ничего нового для меня нет. На базе ВОВ есть качалка, Эбби качалась и накачалась, почему бы и нет? Не без приёма гормонов, конечно, но какая разница? Другое дело армрестлинг в том же лагере, в котором субтильная женщина внезапно побеждает мужчину. И всякие записки вроде той, что про героическую мисс кто-то там на корабле, поубивавшую заражённых или подозреваемых в заражении пассажиров, это, простите, к чему? В смерти Джоэла я не вижу ничего из ряда вот выходящего. Авторы произведения могут как угодно распоряжаться своими персонажами, особенно если хотят этим что-то сказать. Прочтите серию «Метро» и зацените, во что Глуховский превратил своих героев в «Метро 2035», дабы показать через призму их поведения и ситуации в целом аллюзии на современную Россию. И чёрт возьми, это круто! Так чем же в итоге хороши вторые ласты? Мне больше всего понравился именно приём с одновременной игрой за героя и антигероя, когда чаши весов симпатии постепенно начинают уравниваться в сознании, когда тебе показывают одни и те же события, но с разных сторон. И под конец, играя за Элли, уже не хочется убивать Эбби, которую в финале показательно очеловечивают. Но игра требует боя, покуда Элли считает, что хочет мстить. По итогу, я считаю Last of Us 2 очень глубоким произведением, где есть над чем задуматься, если не заострять внимание на грёбаной девочке, которая не может определиться со своим полом. И возвращаясь к теме того, что всё должно быть сделано ради чего-то, я не знаю, почему Лев именно такой. Понятно, что нужен был мотив, по которому его отвергнут собственные сородичи, и довольно глупо было бы делать его просто атеистом среди радикальных верунов. Возможно, дело в этом, а возможно, нет. Так или иначе, это для меня не главный вопрос к этой игре. Мне больше интересно, почему в итоге Элли так и не узнала, за что Эбби убила Джоэла. Ведь если бы Эбби об этом сказала, мотивация концовки была бы более понятной, и людям не пришлось бы ничего додумывать самим. Помимо этого, также понравилась тема с зеркальной скоростью друзей двух героинь. Да и вообще, в целом, это приятная игра. А если вам не нравятся Фемки, Лесбы и прочие современные веяния, то у меня для вас плохие новости. Нравится вам это или не нравится, сталкиваться с этим придётся всё чаще. Прочтите хотя бы требования для номинации фильма на Оскар. Мир меняется, и ничего с этим не поделаешь. Дракман не первый и не последний. Ну а теперь немного магии уровня Амаяка Акопиана. Сейчас я угадаю, о чём вы думаете вот уже 5 минут. Если Ласты вторые, то кто же тогда на первом месте? Ну конечно же Киберпанк. Ну и кто же, кто же, кто же, если не тот самый Киберпанк и не Ластов Ас, стал игрой года по версии моего канала. А всё очень просто. Взвесив всевозможные факторы, все за. И против, я пришёл к выводу, что идеальной игрой для 2020 года является Гост Раннер. Спина-мозговой экшен про паркур и киберниндзю в индустриальном дизайне постапокалиптического города будущего. Посудите сами, эта игра абсолютно лишена каких-либо расовых предрассудков в ту или иную сторону. Не пытается втирать вам феминизм и терпимость к меньшинствам. И даже русские по сюжету ни в чём в кои-то веки не виноваты. Словом, эта игра, не затронув ни одной темы современной так называемой повестки, должна угодить просто всем. И этим, и тем. Она лишена сложных громоздких механик, ненужных диалогов, лицевых анимаций, глупости искусственного интеллекта. В ней не нужно долго разбираться и проходить 8 часов пролога для того, чтобы узнать завязку. В этой игре работают только ваши рефлексы и мышцы шеи, при помощи которых вы будете кивать головой в такт охренительному синтвейву от Даниэля Делюкса, который использован в этой игре в качестве музыкального сопровождения. Ghostrunner — это красочно, это драйвово, это хардкорно и это очень круто. Прекрасный пример реализации идей силами и средствами не самой большой и богатой студии, сделавшей игру по своему бюджету, а не пытавшейся выдавить очередной open-world RPG с бюджетом индюшатины. Да, игра не лишена недостатков, так, например, уровни в киберпространстве с обучением и головоломками я нахожу немного душноватыми, а боссфайтов в игре могло быть и побольше, но во всем остальном игру упрекнуть мне особо не в чем, ну разве что в воспламении жопы в некоторых моментах игры. В общем, Ghostrunner — это одна из тех игр, которые возвращают мне веру в то, что игры мне все еще интересны, которую я теряю после выхода какой-нибудь очередной распиаренной посредственности, за что разработчикам моя отдельная благодарность и первое место в топе лучших игр 2020. И, казалось бы, на этом моменте пора уже сказать, что таким уж он и выдался 2020 год, но ведь есть еще и топ игр худших, и он уже вот-вот на подходе, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы его не пропустить. Ну а в остальном все как всегда, пишите, жмите, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok